всем здравствуйте мои милые девочки спасибо что заглянули на мой канал не проходите мимо подписывайтесь оставляйте свои комментарии под этим видео сегодня я хочу с вами поделиться своими новыми покупками которые совершила в основном конечно в дни распродаж черная пятница и не только это будут комбинированы так сказать все понемножку все помаленьку все то что я приобрела все что мне нужно хочу рассказать свое мнение свой отзыв чем-то я уже успела попользоваться и рассказать вам что я именно приобрела а я в недавнем видео рассказывала вам про сумасшедшую скидку на сайте в магазине аурахом а где я приобрела себе обновила все одно и полотенце домашний уход ну в домашние приобретения так сказать и помимо этого в этой покупке также были другие покупочки в черную пятницу с чего бы начать так у меня здесь и косметика и уход но все наши женские штучки хочу с вами поделиться значит начнем с того что я приобрела два таких вот дезодоранта компании марка не вея значит первое это пуре от коллекции ксении бородиной 48 вось 48 часов знаете мне нравится не вея я очень долгое время пользовалась марка фа но переходить на какую-то либо другую марку я просто не очень люблю вообще дезодоранты я люблю с распылителями во первых во вторых шариковые я не люблю и не все дезодоранты мне нравятся да тем более которые оставляют следы но один раз что-то я решила попробовать был у меня дезодоранты мне понравилось с тех пор начал я им пользоваться марка не вея и второе у меня жемчужная красота тоже 48 часов мне главное чтобы что мне требуется дезодоранты это чтобы он сохранял свежесть допустим если вдруг то чуть-чуть потеешь или еще что то чтобы все равно не было ни отпечатывания следов это первое второе чтобы было естественно свежесть он выполняет свою задачу так что нормально как бы эта марка и я их всегда покупаю стараясь покупается на скидках и тоже в момент тут как раз черную пятницу были скидки в ревгоши и по 100 рублей я урвала их и купила вот начнем с этого значит дальше но если мы я уже затронула тему ревгоши пойдем по ревгошу в ревгоши я купила две таких помады была акция у них был день рождения или еще идет все мне кажется последний день не помню и была такая у них акция значит между марками мэйбелин лету лореали извиняюсь и риммл кажется значит один товар берешь 2 в подарок то есть получается что платишь только за один два товара у тебя есть я взяла две губные помады это такое так сказать для меня атрибут губная помада которая не всегда ну то есть она всегда я ее покупаю и не всегда у меня есть удовлетворение так сказать довольно нового цвета и поэтому систематично я все в поисках поисках в поисках вышла новая коллекция ультраматэ лес шоколад от лореаль вот такая вот такая вот помадка и она имеет очень очень классный шоколадный запах у меня в оттенке 842 там разные представлены оттенки вы не представляете просто невероятный шоколад как они умудрились это сделать непонятно но это просто фантастически когда ты кратишь губы и у тебя просто очень красивый очень вкусный очень красивый красивый оттенок так и вкусные имеется запах вот такая вот щеточка она достаточно хорошая то есть как раз под губы очень хорошо красить и вот такой вот у меня идет оттеночек 842 он идет матовый нюд с розовинкой такой знаете он ну красивый очень оттенок в чем мне нравятся матовые помады в том что они когда застывают немножко меняют цвет но это как бы минус плюсов не бывает что из одних плюсов все состоит это как бы минус а плюсы в том что во первых первое время да липкости есть на губах но недолго даже если вы чуть-чуть промокнете салфеточку губы это даже будет плюсом но настолько стойкая настолько стойко можно 10 раз поесть 10 раз попить и не знаю там 10 раз поцеловаться нагуляться и она будет держаться у вас на губах пока вы не снимете ее мицелляркой желательно который снимает водостойку достойкий макияж цвет очень классный запах конечно действует только когда вы наносите в течение дня я такого не за ним не замечала запаха но попробовала именно вот с одного оттеночка не стала покупать какие-то другие оттенки потому что уже просто когда был горький опыт с матовыми помадами поэтому осторожно к этому подхожу и вторая помада это в оттенке 15 смоки taupe от марки maybelline это тоже как бы матовая помада но она уже как бы не в жидком варианте а в да как бы давайте я вам так вот оттеночек покажу у них несколько оттенков вышло в этой серии и они достаточно все такие яркие на мой взгляд даже где-то агрессивные оттенки поэтому я как бы приметила только один оттенок 15 вот именно вот этот и мне очень понравился во первых стойка на губах вообще не сушит не липкая вообще мы были на марке или мебели на мне нравится помады очень нравится я всегда ими пользуюсь но как бы оттеночек такой вот сейчас он вин такой цвет и он очень даже в моде и третью помаду которая купила это компания sephora в оттенке r17 но они как бы знаете все три оттенка в одном направлении только немножко отличается друг от друга вот оттенок 17 значит такая вот помадка у меня вот такой вот цвет вот sephora самое яркое конечно мебели вот эту матовая идет лореаль и вот sephora ну они в одном направлении но эти оттенки сейчас мне очень они нравятся мне пользоваться она мне сейчас кстати на губах эта помада очень тоже устойчивая то есть она и для меня она как бы увлажняет не сушит и в то же время держится конечно если вы поедите и там попьете кофе естественно она постепенно сходят с губ что мне очень нравится вот такие вот три помады которые я приобрела в дни распродаж и как бы во все эти дни в течение месяца мои покупки вообще в течение месяца были сделаны значит если мы начали уже с декоративной косметики вернее мы начали с уходовой так сказать но продолжили декоративной косметикой я хочу рассказать что я приобрела тоже в компания sephora вальдоботе кстати sephora я покупаю вальдоботе приобрела значит два таких как сказать две таких позиции да это тональная основа и консилер немножко не обращайте внимание немножко так тормознуто разговариваю сегодня потому что как вы заметили несколько дней не снимала приболела замучил меня герпес и сейчас вот тщательно как бы его вывожу из своего организма значит тональная основа марка sephora здесь у нас 20 миллилитров что она себя представляет очень долго не смотрела у меня в оттенке 22 натурель клэрлайт натурель 22 есть помпа очень удачная классная долго я на нее смотрела ходила ходила долго девочки смотрела вообще как-нибудь я сниму все свои сниму ролик про все свои тональные основы и консилеры есть определенное свое мнение отзывы мне как бы опыт и приобрела на скидке как раз в честь в черной пятнице что могу сказать я очень-очень осталась довольна я удивилась какое оно имеет покрытие во первых его не видно вообще на лице она как вторая твоя кожа я наносила и кистью и наносила спонжем какой кистью и спонжем я потом чуть попозже покажу тоже это были мои покупочки и вы знаете мне конечно кистью плотнее спонжем это вообще на ура и в течение дня никаких складки она не не впадала в складки не подчеркивала морщины шелушения но это по крайней мере с моей кожи не она увлажняющая идет финиш у нее так узнаете но увлажнена хорошей здоровой кожи то есть не сияющей не матовый а такой вот можно конечно чуть-чуть припудрить как бы кто пользуется пудрой но я в основном метеоритами просто припудривают зону как бы под глазки и все там слегка слегка не как бы кожа у меня нормальная даже в какой-то степени склонной сухости но опять же склонна тогда когда за я не ухаживаю так она нормальная и что хочу сказать что очень классно присмотритесь к этой тональной основе мне понравилось чуть не как она держится и вообще не понравился эффект минус том что есть всего 20 миллилитров как обычно 30 должно быть очень классно и 2 позиция не иначе не должны открыты у меня это консилер тоже от марки сифара у меня оттенок 29 без роз это уже не первая моя покупка я вам рассказывала в своих пустых баночках про этот консилер обожаю обожать консилер классно себя ведет классно с ним работать классно тушевать можно под глазками то есть какие-то отдельные зоны маскировать очень классно вообще присмотритесь вообще компа марка сифара меня очень сильно радует и мне очень нравится вот значит следующее что хочу сказать что я еще приобрела приобрела я свою любимую тушь от lancome от lancome тоже на распродаже была распродажа минус 40 процентов в ритуале на lancome на весь ассортимент в основном всегда когда есть скидка на lancome на тушь тем более только в черном варианте мне хотелось приобрести я никогда от них не пробовала именно вот этой вот версии именно этой версии туши в другом цвете коричневым я хотела приобрести меня в черном постоянно была я это туши пользуюсь уже протяжении пяти лет это люксовый до сегмент если говорить и водостойкой и не водостойкая в этот раз я приобрела не водостойку коричневую это что мне очень хотелось попробовать коричневый вариант и когда увидела что минус 40 процентов то без вопроса конечно я приобрела значит во первых ну ты я уже не раз говорила в своих даже пустых баночках про эту тушь про вот эту кисточку уникальную который не составляет никаких проблем чтобы залезть во внешний внутренний участок глаза для того чтобы прокрасить все реснички каждую ресничку фиксируется не хочешь что вот такая вот щеточка она как бы конусная вытянутая цвет здесь идет коричневый но вы не поверите это коричневые не просто коричневый шоколадный не светло коричневый рыжий а коричневый с перламутром конечно его так ярко на глазах не видно этого перламутра но когда ты наносишь а допустим макияж и тени у тебя как у меня сейчас есть в коричневые и там кофейных в бежевых направлениях в нюдовых и когда есть коричневая тушь очень классно это все взаимодействует как единое целое ну как и мне это кажется как извините но по профессия колорист как бы вот так и когда ты делаешь черной тушью то немножко это как как отделяющие ресницы ресницами глаза глазами но от коричневой туши мне очень нравится но правильный коричневый цвет чтобы не не давал красноту в глаза ну как как и принципе тени тушь очень хорошая объемная разделяющая если покажу немножко поближе вот такой вот вот такой вот эффект ресничек ну я надеюсь что вы увидели и такая вот тушь очень удачно с ней работать и очень классно с ней взаимодействовать мне очень сильно понравилось поэтому присмотрите вообще то шланг если брать люксовые направления мне очень нравится дальше если говорить про декоративные ну про макияж да не про декоративно про макияж у меня появилась в новиночках новая вот такая вот кисточка от компании зоева зоева кто как хочет так называет а в номере 103 бафор вот такой вот скошенный он появился у меня совсем недавно случайно я вот только недавно сейчас помыла делала макияж очень хорошая плотная как ну как сказать наполнение идет очень плотное наполнение я осталась очень довольна это кисточку я именно хотела скошенную я приобрела только одну пока кисть этой компании и это мне человек этот привез я попробовала и поняла что да я хочу попробовать другие кисти зоева что я сделала и тоже заказала в черную пятницу и скоро ко мне придет посылочка обязательно ее с вами разберем откроем и увидим вот такая вот кисть наносит уникально не полосит не подчеркивает шелушение я пробовала с разными тональными основами я сниму ролик про поводу моих тональных основ и консилеров и туда включу именно вот эту кисть и расскажу про нее также спонжи которыми я пользуюсь очень хорошая кисть мне очень понравилось и еще что я хочу показать это тоже в покупочках есть такой сайт приобрела бьюти бар есть сайт сани скин извиняюсь и я у них не так давно покупала палетку мою палетку контур не в контурирование майка преволюшен у меня есть такая вот палеточка и за то что как бы они видом подай после палетки подарили нем сделал бы какую рекламу они мне подарили некоторые бонусы и я воспользоваться бонусами купила сразу аж два спонжика спонжиков много как всегда говорится не бывает взяла черный и розовый розовым я уже пользуюсь у меня есть в пользование немножко так и разноватым макияж наносила что хочу сказать очень нравится как у меня наносит как растушевывает покрытие какой дает любыми но многими я делала тональными основами очень сильно нравится поэтому я еще при запах взяла розовенький и также взяла черный не знаю одно и то же либо они различаются в ходе так сказать посмотрим могу советовать бьюти бар я пользовалась раньше реал техник покупала найхер вот бьюти бар бьюти блендером не пользовалась но говорят он служит дольше где-то около года но у меня служит спонжи от четырех до шести месяцев естественно потом я их выкидывал хотя их надо раньше выкидывать но я как бы тщательно конечно там промываю вот так что такие вот покупки они там в районе а 350 рублей стоит одна штучка но мне мне как бы досталось дешевле поэтому мне один был в подарок другой я приобрела за свои денежки и дали мне такую какой-то крем они там дают пробники пробовать корейской компании какой-то крем далее не пробовала не знаю то есть тоже вот как бы приобрела но то что это касается декоративных покупок этого в принципе все больше мне ничего не было еще хочу вам показать вот такой вот кремушек который я приобрела это марка librederm крем для кожи вокруг глаз черника а и вид идеальное средство против темных кругов отечности возвращает кожу упругость и гладкость черника я брала такого же направления с витамином c знаете мне понравилось это продается в аптеке 260 рублей стоит мне понравилось достаточно но ждать что такого удивительного большого от крема под глаза конечно это не чудеса и вам за ночь не разгладят морщины но свою работу он выполняет увлажняет питает очень классно все делает и здесь в коробочке находится такой вот тюбик она достаточно легкий очень кремушек питательный и вот чернику очень сильно пахнет черникой очень вкусно пахнет черникой так что приглядитесь посмотрите но мне очень нравится хорошие и цена не дорогая и следующие две покупочки это такие ну не то что там дорогостоящие но то что я хотела давно приобрести и давно как бы не то что охотилась ну мне было желание было в моих так сказать пометках мои любимые духи байреда африканский бал у меня 100 миллилитров я их покупала не здесь а мне их привезли из duty free и я их специально заказала мне их привезли конечно это в разы дешевле чем у нас продать в льдебатей в ревгош хочу сразу сказать это такая коробочка запах для меня удивительный классный это французские духи у них такая есть прям балдея когда это происходит запах уникальный кому-то он конечно не нравится кому-то очень кому-то средне не очень нравится это направление для меня и зима и весна и осень и лет я могу пользоваться в разные время года этим запахом мне очень нравится вкусный конкретно сейчас какие ноты здесь я говорить вам не буду потому что не хочу заострять сильное внимание и немного погодя я еще хочу тоже есть планах снять еще один ролик это связано с именно с духами которыми я пользуюсь какие у меня есть и что я об этом думаю вот такие вот духи были мною приобретены вернее это был даже подарок от моего мужа за что я очень очень рада но запах обалденный я люблю такие запахи я люблю где есть и и нотка с какой-то сладости свежести и воздушности окрыленности духи меня должны окрылять и просто возвышать потому что чтобы я чувствовал энергетику вот эту силу поэтому на меня угодить уже тяжело в этом плане и это конечно долгожданная покупочка мне это хотелось очень сильно и вторая покупочка которая приобрела буквально буквально сегодня вернее это тоже был подарок но и так как мне невозможно прийти просто так взять и подарить почему потому что немножко определенно есть такой вкус и меня удивить нечем и в моей семье принято что если я что-то хочу то есть как бы допустим либо это дорогая покупка даже если это дешевая покупка дело не в этом не в стоимости а дело в том что в действительности чтобы мне это было приятно и комфортно дальше в дальнейшем носить и радоваться и кайфовать от этого наслаждаться и понятно что я сама это нахожу покупаю но это конечно оплачивается моим мужем вот такие вот марка соколов первый раз я покупаю от них украшения вообще я не не знаю только украшений и я не люблю бижутерию я не люблю золотые украшения я люблю серебряные украшения либо белое золото от этой компании соколов я покупаю первый раз мне просто зацепили сережки я их захотела здесь такая идет как бы такая с такой сердечко от них и очень интересное вообще то что в твоем сердце пишется да ну как бы в удовольствие должно быть вот такие вот сережечки мне они очень понравились они меня зацепили тем что я случайно зашла на их не сайт как случайно даже не помню как я зашла короче я увидела такие вот сережечки и они мне очень понравились и я заикнул своему мужу и он у них приобрел вот такие вот сережки я очень люблю серебро еще раз повторюсь и белое золото с камнями без камня главное чтобы это было оригинально очень мне нравится так что я думаю что я буду их удовольствие носить и очень даже радоваться этому всему но это были все мои покупки уляпалась я в этот сводчи это были все мои покупки которые я приобрела в период черной пятницы в период распродаж но впереди есть праздники наши новогодние праздники кстати какие есть у вас планы или может быть как бы можете посоветовать как лучше справлять новый год все в семейной я имею ввиду не только в четырех стенах ну как бы дома но может быть действительно вы порекомендуете куда-то сходить в новогоднюю ночь или вот в эти направо новогодние дни когда когда будет 1 2 3 что-то посетить пожалуйста если вам не трудно оставляйте свои вот отзывы может быть где-то были вам понравилось и вы можете посоветовать если вам не трудно оставляйте свои отзывы под этим видео потому что мы как бы думаем планируем где еще что как что справлять чтобы это было что-то хочется и новое в новизну и в то же время но не скучно и никак обыденно знаете я вообще вспоминаю новый год в детстве когда действительно новый год это был каким-то и сказочным праздником когда мы ждали эти мандарины даже эти салаты и вообще все остальное сейчас как-то это но один день проживаешь одну ночь даже долго готовишься и все ночь и все это уже я по крайней мере для меня новый год это в связи с тем что у меня на следующий день день рождения и для меня это как на год ты стала старше ну и такого как бы веселья в данный период я не чувствую и хочется что-то такое знаете освежающее окрыляющее что-то новое спасибо что заглянули на мой канал спасибо что просмотрели это видео я была рада вас видеть рада вас слышать я хочу вам пожелать всего хорошего веселого настроения мира согласия в семье крепкого крепкого здоровья вам всем обязательно потому что здоровье это залог нашего успеха нашего счастья я не знаю наши любви берегите друг друга берегите себя ухаживайте за собой и не забывайте ставить пальчики вверх подписываться на этот канал ну и соответственно заглядывайте на мой канал почаще я буду раз рада вас видеть всем пока пока